Вице-премьер, министр национальной экономики Нурлан Байбазаров и глава миссии Международного валютного фонда в Казахстане Николя Бланше обсудили меры по обеспечению устойчивого экономического роста. Всемирный банк предлагает Казахстану новые инструменты финансирования. Они могут быть применены как в нашей стране, так и в межстрановых проектах. Об этом заявила финансовый директор организации Аншула Кант во время встречи с министром национальной экономики Нурланом Байбазаровым. Собеседники обсудили стратегические планы республики по экономическому развитию и привлечению инвестиций, совместные проекты в области транспорта, энергетики, цифрового развития, а также реализации социальных проектов. Кант отметила, что участие банка в Казахстане будет расширяться в рамках предстоящей стратегии партнерства на 2026-2030 годы. Документ определит ключевые стратегические приоритеты сотрудничества. В Северном Ледовитом океане начала работу российская дрейфующая станция «Северный полюс-42». Экспедицию организовали специалисты Арктического и Антарктического научно-исследовательского института. Первым в научном лагере приступила к своим задачам метеорологическая лаборатория. По традиции оттуда на Большую Землю отправили погодную сводку. Всего за время работы ученые реализуют более 50 проектов, изучат изменения природной среды в Арктике, а также оценят ледовые покровы и экосистемы. Платформа с помощью течений и ведров будет дрейфовать в направлении Гренландского моря. А после выхода в пролив Фрама, предположительно весной 2026 года, судно вернется в порт Мурманска. Беларусь заняла лидирующие позиции в СНГ по строительству жилья. На каждого жителя страны приходится почти 30 квадратных метров. Смолевичи в 40 минутах езды от столицы. За последнюю пятилетку город-спутник прирос более чем на 250 тысяч квадратных метров. Построены современные объекты, созданы рабочие места. План развития расписан на годы вперед, вплоть до усадебной застройки. Стоимость квадрата в области в два раза меньше, чем в Минске. При этом уровень жизни не уступает столичному. В наших городах-спутниках уже за 8 месяцев мы построили порядка 36 тысяч квадратных метров жилья. Мы развиваем новые микрорайоны, стараемся сделать их комфортными для проживания, удобными, зелеными. Уже разработаны проекты детальных планировок. Это так называемые микрорайоны «Новый сад», который находится в восточной части города Смолевичи. Еще один южный район, микрорайон «Черница», который тоже подразумевает собой строительство как жилья, так и объекта социальной инфраструктуры. Великобритания закрылась последняя в стране угольная электростанция. Это положило конец более чем 140-летней истории угольной энергетики в Соединенном Королевстве. Британские властям удалось заменить ископаемое топливо возобновляемыми источниками энергии. Согласно официальной статистики, более половины необходимой энергии в стране сегодня производят ВИА, или 34% приходится на природный газ и около 13% вырабатывает АЭС. Напомним, в этом году страны «Большой семерки» договорились отказаться от угля к 2035 году. Италия пообещала отключить угольные электростанции, кроме тех, что находятся на острове Сардиния. Уже к 2025 году Германия и Япония пока обеспечивают треть своих энергоспособностей за счет угля. Мартбелиси Кахакаладзе презентовал 25 автобусов повышенной вместимости. Их распределяют по городским маршрутам. Автобусы-гармошки, как их называют в народе, соединят отдаленные городские районы с центра. Для этого созданы специальные коридоры с выделенными линиями для общественного транспорта. Программа обновления автопарка стартовала в 2016 году. Сейчас старых автобусов Двелиси уже не осталось. До конца года город получит еще несколько десятков 18-метровых автобусов. А 12- и 8-метровые машины перераспределят на линии с невысокой загруженностью. «Новые автобусы могут одновременно перевозить около 160 пассажиров. Это даст возможность горожанам и гостям столицы комфортно и быстро добираться до пункта назначения. Особенно в час пик, когда вместимости обычных автобусов не хватало. Этот транспорт подходит для людей с ограниченной мобильностью».